Главным событием года белгородские медики по праву называют начало строительства нового перинатального центра на территории второй городской больницы. Работы здесь были начаты в феврале. На сегодняшний день каркас здания уже готов. В скором времени приступят к внутренней отделке. Стоимость объекта около полутора миллиардов рублей. Перинатальный центр соединится переходами с терапевтическим и хирургическим корпусами второй групп больницы, а также детской областной больницей. Больница наша берет на себя обязательства по выхаживанию матерей. Первый этап выхаживания новорожденных совместно уже со специалистами детской областной. И второй этап выхаживания или какие-то виды оперативного лечения. Это обеспечивает детская областная больница. То есть здесь географически сложилось вот так, что он здесь должен был быть. На территории второй городской больницы разместится целый медицинский квартал. Вместе с центром здесь начали возводить и многоэтажный дом на 70 квартир для медперсонала. На первом этаже которого будет детский сад на 30 мест и небольшая гостиница. Сам перинатальный центр на 140 мест будет соответствовать самым современным требованиям. Каждое помещение оснастят по последнему слову техники. Палаты будут выполнены по принципу мать и дитя. Ежегодно в новом перинатальном центре смогут принимать около 5000 родов. Официально этот перинатальный центр должны окончательно достроить к июню 2016 года. Но с теми темпами, которые набрал перинатальный центр, вполне с высокой степенью вероятности, мы его увидим уже в августе этого года. К слову сказать, в уходящем году, как и в двух предыдущих, в областном центре сохраняется естественный прирост населения. Показатели рождаемости остались на уровне 2013 года, а вот смертность снизилась на полтора процента. В этом году ко дню города завершили капитальный ремонт филиала детской поликлиники номер 2 по улице Ватутина. Филиал обслуживает почти 3000 маленьких пациентов. Это жители микрорайонов Крейда, Восточной и Железнодорожного поселка. Новый медицинский объект рассчитан на 120 посещений в день. Два раза в месяц по графику здесь ведут прием узкие специалисты. Сюда завезли мебель и необходимое медицинское оборудование. Сумма вложений составила более 6 миллионов рублей. Это средства городского бюджета. В здании разместились три педиатрических участка, а также физиокабинет. Появилась возможность на хорошем физиотерапевтическом оборудовании у того района города получать какое-то лечение. Потому что это достаточно важно людей из Крейды возить в центр города на физиотерапевтические процедуры. И честно говоря, мы когда открывали, поскольку я врачом работал, зависть вызывает. Хорошее, новое. Причем достаточно такое несложное очень оборудование, но, во всяком случае, качественное и дающее возможность оказывать эту помощь. В уходящем году проведен капитальный ремонт и обновлена инфраструктура единой аптечной сети. Благодаря этому в тестовом режиме сейчас работают три новых пункта по отпуску лекарств для льготников. На сегодняшний день отрабатывают технические моменты. В полном объеме они заработают уже в январе будущего года. У нас в целом получается восемь аптечных пунктов, которые будут обеспечивать по ДЛО. На этом останавливаться не будем. Думаем об организации еще в нескольких точках. Так что на следующий год у нас в планах к концу года, наверное, попытаться еще где-то открыть пункты по отпуску льготников для нашего населения. Медицинское обслуживание населения города в 2014 году обеспечивало 14 лечебно-профилактических учреждений муниципального здравоохранения, в которых трудится 1277 врачей. Специалисты в полном объеме провели диспансеризацию детей и взрослых. Уровень заработной платы врачей среднего и младшего медицинского персонала вырос на 12%. Это соответствует целевым значениям, установленным дорожной картой реализации майских указов президента. Острая остается проблема с узкими специалистами. В поликлиниках города отсутствуют гастроэнтерологи и гематологи. Не хватает врачей-педиатров, отоларингологов, кардиологов, офтальмологов, ревматологов, детских хирургов, участковых терапевтов. А в стационарах врачей-токсикологов и эпидемиологов. У нас, к сожалению, создаются какие-то очереди, которые у населения вызывают негативную реакцию. Но это не зависящее от нас обстоятельства, потому что ставки для этих врачей есть, мы не можем привлечь. В уходящем году была продолжена реализация муниципальной программы «Здоровый город» проектов по созданию многоуровневой системы профилактики заболеваний, инновационных технологий для стоматологической практики, а также системы экстренного вызова помощи «Кнопка жизни». Активно продолжена работа по информатизации здравоохранения. Благодаря высоким оценкам экспертов и успехам в этом направлении, наш регион вошел в число 15 субъектов страны, где реализуется пилотный проект по внедрению электронных больничных. В Белгороде в тестовом режиме он работает во второй городской больнице и четвертой поликлинике. Если эти пилотные проекты состоятся, через какое-то время, может быть, у нас уйдет вот этот пресловутый синенький листочек, который все время или ошибки в нем, или возникают и у населения, и у врачей. Их достаточно сложная процедура заполнения. Поэтому сейчас, если это возникнет в электронном виде, там население вообще не будет участвовать. То есть фонд социального страхования, работодатель и лечебное учреждение. Я думаю, в какой-то степени это упростит процедуру оформления всех этих выплат для людей. Тоже, наверное, будет положительный достаточно эффект. За 11 месяцев 2014-го скорой медицинской помощи обслужено более 115,5 тысяч человек. В одну смену работают 24 бригады. В планах на будущий год создание системы неотложной медицинской помощи. Для этого организовывается единая диспетчерская служба, а при поликлиниках будут созданы специальные отделения. Если в доступности в поликлинике будут развернуты кабинеты, которые будут заниматься именно этими людьми, которые требуют неотложной помощи. Они не будут стоять в очередях участкового терапевта, узкого специалиста. Он сразу поступает, ему определяют его состояние. Ежели, не дай бог, это состояние все-таки поддержано стационарному лечению, быстро перенаправляем в стационарное очереждение. Ежели мы можем оказать эту помощь на месте, сразу непосредственно, ему оказывается эта помощь. Если потребуется консультация узкого специалиста, его экстренно пригласят узкого специалиста в кабинет неотложной помощи. В 2015 году Белгородскому здравоохранению предстоит продолжить начатую работу, совершенствовать и укреплять муниципальную медицину. Планируется совместная работа со структурными подразделениями администрации областного центра по проведению капитального ремонта здания для размещения детской поликлиники номер 3. В планах начать реализацию проекта по созданию единой службы родовспоможения. Это предполагает организацию двухуровневой системы наблюдения беременных женщин с индивидуальным сопровождением врачами от момента постановки на учет родов и до послеродового периода. Наступающий год медики ждут с оптимизмом и желают горожанам главного – здоровья. Дорогие белгородцы, очень хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья в следующем году, меньше обращений в лечебные учреждения и заботиться о себе побольше самим. С Новым годом! Надежда Свиридова, Евгений Северинов, к этому часу Белгород.